Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала! В феврале 1942 года на вооружение артиллерии Красной Армии было принято новое дивизионное орудие 76-мм пушка ЗИС-3, созданная в инициативном порядке конструкторским бюро завода номер 92, возглавляемая Грабиным. Именно ЗИС-3 стала самой массовой советской пушкой периода Второй мировой войны и одним из наиболее узнаваемых военных символов. О том, как восприняли это оружие фронтовые офицеры-артиллеристы, а также о некоторых особенностях эксплуатации ЗИС-3, можно получить представление из различных отчетов и рапортов того времени. По единодушному мнению советских артиллеристов-фронтовиков, новое орудие совершенно однозначно было лучше, нежели любые из предшествовавших систем. Например, начальник штаба артиллерии 243-й стрелковой дивизии подполковник Михаил Клиновицкий в своем рапорте характеризовал дивизионную пушку Грабина так. Пушки ЗИС-3 на вооружение артполка поступили в 43-м году. В сравнении с пушками образца 30-х годов, эта пушка несравненно лучше. В отношении применения ее в борьбе с танками в неподвижной противотанковой обороне является одним из лучших средств. Большая часть подбитых и сожженных танков противника артиллерии дивизии падает на долю пушек ЗИС-3. Дивизионная пушка ЗИС-3 удовлетворяет войска. Не менее высоко оценивал ЗИС-3 командующий артиллерией 130-й стрелковой дивизии полковник Константин Рыбин. В составленном им 7 марта 1945 года отзыве о боевом использовании 76-мм пушки ЗИС-3 в артиллерии стрелковых полков сказано следующее. Применение 76-мм пушки ЗИС-3 в составе полковых батарей стрелковых полков в период наступательных боев в Восточной Пруссии показало значительно большую эффективность огня 76-мм орудий ЗИС-3 по наземным целям по сравнению с 76-мм орудиями полковой артиллерии образца 1927 года. Что же касается использования ЗИС-3 в качестве средства борьбы с бронетанковой техникой, то здесь мнения несколько расходились. Причем многое зависело от того, служил ли офицер в обычном артиллерийском полку или же в истребительно-противотанковом. Так, в рапорте начальника штаба 307-го артиллерийского полка майора Александра Сычева, направленном 17 января 1944 года на имя начальника штаба артиллерии 169-й стрелковой дивизии, ЗИС-3, как противотанковое средство, характеризуется в целом положительным. 76-мм пушка ЗИС-3 вполне решает задачу борьбы с танками. Меткость стрельбы по движущимся целям с дистанции прямого выстрела и полтора километра достаточная. Точность стрельбы хорошая. 76-мм пушка ЗИС-3 полк удовлетворяет, но при стрельбе на средних и предельных дальностях по узкой цели дает большое рассеивание. На уничтожение и подавление узкой цели требуется большое количество снарядов. Весьма лестно отзывался об орудии и начальник штаба 338-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка капитан Марк Липовецкий. В отчете «Перечень отзывов о тактико-технических показателях 76-мм пушки ЗИС-3» он отмечал. Конструкции 76-мм пушек ЗИС-3 значительно превосходят находившиеся до сего времени на вооружении Красной Армии 76-мм пушки образца 1927, 1938 и других годов выпуска. В силу ее легковесности она, как 45-мм и 57-мм пушки, может выкатываться вручную на новую огневую позицию тогда, когда обстрел огневых позиций не дает возможности подъезда механической тяги. Обладает хорошей меткостью и скорострельностью. Так, при отражении контратак противника 10 января 1944 года немецкие танки разных типов поражались на дистанциях до 1800 и более метров. Причем в одном танке зачастую имелось по несколько пробоев. Из всех видов снарядов, которыми полк ведет огонь по танкам противника, наилучшую эффективность имеет подкалиберный снаряд. В результате своих конструктивных данных, дающих возможность ее хорошего токсического использования, 76-мм пушка ЗИС-3 вполне удовлетворяет дивизионную артиллерию. Однако, столь оптимистичная оценка разделялась далеко не всеми фронтовиками. Например, в обстоятельном отчете материал из опыта боев 1971-го истребительного противотанкового артиллерийского полка содержится следующая характеристика. 76-мм пушка ЗИС-3 как надежное средство борьбы со всеми танками и самоходными орудиями в достаточной мере себя не оправдала. Она удобна для стрельбы с закрытых огневых позиций на средних дистанциях, обладает достаточной маневренностью, имеет хорошую скорострельность. Но в борьбе с тяжелыми танками противника типа «Тигр», «Королевский Тигр» и самоходными установками типа «Фердинанд» пушка ЗИС-3 малоэффективна. Ее можно успешно применять только для борьбы со средними и легкими танками и самоходными установками типа «Артштурм». Щит пушки непрактичен правильностью своей формы, резко выделяется на окружающем фоне, а поэтому трудно маскировать на ровной местности. Пушка при стрельбе малоустойчива, ввиду чего часто сбивается выверка прицельных приспособлений. Пушка не имеет снаряда «Кортечь», что является недостатком, когда приходится вести борьбу с танками и автоматчиками, сопровождающими их. Огонь по танкам приходится открывать с коротких дистанций, а автоматчики, ввиду отсутствия «Кортечи» за это время, успевают ворваться на огневую позицию, и пушка становится мертвой, хотя еще могла бы вести огонь по танкам. Для более эффективного использования 76-мм орудия ЗИС-3 в борьбе с танками противника всех типов, желательно ввести следующее усовершенствование. Сделать щит откидным, так как он демаскирует орудие на прямой наводке. Поставить прицел типа ПП-1-2, так как существующий прицел, ввиду его сложностей в средстве различных качек, шатаний, мертвых ходов и т.п. не обеспечивает должной меткости для противотанкового орудия. Замечания, касающиеся возможностей ЗИС-3, как средства борьбы с германской тяжелой бронетехникой, являлись обоснованными. Даже в инструкции по стрельбе по бронецелям снарядами из пушки ЗИС-3 1942-1943 годов четко указывалось. По танку «Пантера» стрелять. В лоб на дистанциях 100-300 метров подкалиберным бить по гусеницам. В борт на дистанциях 100-300 метров бронебойно-зажигательным. Во все остальные места и башню на дистанциях 100-1000 метров бронебойно-зажигательным. По танку «Тигр» стрелять. В лоб и башню на дистанции от 100 до 300 метров подкалиберным снарядом. В борт на дистанции от 100 до 400 метров подкалиберным. В заднюю часть на дистанции от 100 до 750 метров бронебойно-зажигательным. По пушке и гусеницам на дистанции от 100 до 1000 метров бронебойно-зажигательным снарядом. По танкам Королевский Тингер и Фердинанд стрельба по лобовой броне на всех дистанциях бесполезна. Если танк идет в лоб, нужно стрелять по гусенице или пушке бронебойно-зажигательным снарядом на дистанции до 1500 метров. В нижний лобовой лист на дистанции от 100 до 400 метров подкалиберным снарядом. В борт на дистанции от 100 до 400 метров подкалиберным. Помимо перечисленного, пушка имела ряд иных недостатков, часть из которых была обусловлена производственными дефектами, другая же часть неустранимыми особенностями конструкции. Хорошее представление об основных плюсах и минусах системы может дать изданный в октябре 1944 года документ под названием «Материал по обобщению опыта Отечественной войны на тему боевое применение 76-мм пушки образца 1942 года ЗИС-3». Отрицательные качества Недостаточная быстрота поворотного механизма, что увеличивает время для горизонтальной наводки орудия. Малая устойчивость системы при стрельбе Малая прочность станин Был случай, когда при выстреле сломалась станина, и при расследовании было установлено, что станина упиралась, кроме сошника, в бугорок земли, который был под ней. Плохое крепление дульного тормоза на дульном срезе Иногда при выстреле крепительные винты ломаются Низкая траектория очень затрудняет выбор огневых позиций в лесистой местности и пересеченной местности Обычно нельзя занимать хорошую огневую позицию, так как наименьший угол прицеливания по переднему краю противника значительно меньше того, на который мы можем стрелять с данной огневой позиции Поэтому очень трудно найти огневую позицию с достаточной высотой гребня укрытия Иногда система дает очень большое рассеивание, вероятно, из-за испорченности пороха в гильзах выстрелов Положительные качества Большая дальность стрельбы Легкость и подвижность системы Обеспечивают хорошую маневренность с траекторией и колесами А также контрбатарейную борьбу дивизионной артиллерии Большой штат боеприпасов Дает возможность хорошо обеспечивать батареи боеприпасами Большая дальность стрельбы Шрапнелью Дает возможность постановки воздушного репера Ориентирование по высокому разрыву И стрельбы по аэростатам Система очень эффективна при стрельбе по неукрытой живой силе Ввиду большой скорострельности Практикуя стрельбу прямой наводкой Можно очень эффективно решать некоторые задачи Разрушение дзотов Пробивание проходов в минных полях И проволочных заграждений Стрельба прямой наводкой по таким целям из этой системы Очень эффективна и вполне применима Так как легкость и проходимость системы Позволяет доставить ее на любую огневую позицию В лесисто-болотистой местности Вывод 76-мм пушка ЗИС-3 вполне себя оправдывает Состоя на вооружении артполков дивизионной артиллерии При выборе огневых позиций Нужно учитывать возможность разрывов снарядов В расположении своих войск Так как часть снарядов цепляется за деревья И другие возвышенности В таких случаях лучше практиковать стрельбу С большим смещением Всем спасибо за просмотр Если видео вам понравилось Обязательно поставьте лайк И конечно же Не забывайте подписываться на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok